Перестаньте уже выкидывать продукты, и даже из огрызков яблок можно приготовить новое вкусное блюдо. Всем привет! Меня зовут Юля, и это мой кулинарный канал Сладкий Персик. И сегодня я расскажу, как вы уже догадались, как использовать остатки продуктов на кухне. Но сначала подпишитесь на мой канал, и я научу вас готовить быстро и очень вкусно. Представьте, вы печете шарлотку и нарезаете яблоки для нее, и у вас, конечно же, остаются серединки от этих яблок. Так вот, их можно не выбрасывать, а сложить в пакет для заморозки и потом сварить чудесный компот. Посмотрите сами, такой компот получается ничуть не хуже, чем из целых яблок. По этой же схеме можно замораживать остатки фруктов, ягод и даже лимонов. Аналогичная ситуация. Вы режете свежую зелень, и у вас остаются стебли от нее. Ни в коем случае эти стебли не выбрасывайте. Они очень ароматные и сочные. Возьмите уже знакомый вам пакет для заморозки и сложите туда стебли. Используйте такие стебли для соусов или для варки супов. А вот очень актуально про клубнику. Все мы, конечно, едим клубнику, печем с ней пироги и варим варенье, и почти никогда не используем плодоножки, ну, то есть хвостики. Что мы с ними делаем? Отправляем в мусор. Но на самом деле их можно высушить в специальные сушилки или просто на блюде. И потом заваривать с ними чай. Вы хоть раз пробовали чай из клубничных хвостиков? О, он потрясающий! Следующий мой совет часто вызывает удивление, но я так делаю уже много лет. Когда готовлю куриные крылья, срезаю у них верхнюю часть, отправляю в морозилку и потом использую для варки бульонов. Есть в этой части все равно нечего, там одни хрящи. Но зато для бульона эта часть подходит идеально. Бульон получается наваристый и очень-очень вкусный. Кстати, рыбьи хвосты и головы я тоже всегда оставляю для супов. Ну и последний продукт на сегодня. Это не свежий или подсохший хлеб. Что же с ним делать? Самый простой вариант – приготовить сухарики или домашнюю смесь для панировки. С ней потом можно множество всяких вкусных блюд готовить. Например, крылышки, как на фото. Но есть один очень важный момент. Никогда не используйте хлеб с плесенью. Это вредно и опасно для здоровья. Такой хлеб, к сожалению, придется только выкинуть. Нет, срезать плесень тоже нельзя, потому что хлеб уже заражен. Посмотрите, все эти блюда можно приготовить из продуктов, которые вы только что хотели отправить в мусорку. И все они очень вкусные. Пожалуйста, используйте продукты повторно, если это возможно. Дело здесь не только в экономии бюджета, хотя в этом тоже, но еще и в заботе о планете и в разумном потреблении. А какие продукты вы не выкидываете и используете повторно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И про самые интересные советы я тоже сниму видео. Не забудьте поставить лайк и всем пока! А какие продукты вы? Какие продукты вы? Я реклажан. Я томат. Все.